Для рецепты нам понадобится небольшая свекла и нужно натереть ее через терку. Можно через крупную, можно через мелкую, не важно. Нам главное ее нужно натереть. Свекла готова. Рыбка ждет своего момента, своего маринада. Приступим. Красную рыбу просаливаю крупной солью. Соль не жалейте. Рыбка возьмет столько соли, сколько нужно. Для этого специально я вот в такой вот миске мариную рыбку. Ее легко и просто мариновать. Соль не рассыпается по всему столу. Вот так вот, отлично. К рыбке сразу добавляю свежемолотый перец, вернее смесь перцев. Прям хорошенечко перчу, не жалею перца. Рыбку откладываем в сторону и займемся свеклой. Также добавляю крупную соль, столовая ложка без горки. Сахар, столовая ложка без горки. Кориандр молотый, ну можно сказать чуть меньше столовой ложки. Нам также понадобится сок лайма. Раскатываю, чтобы легче выдавить сок. И выжимаем. Теперь это все нужно хорошенько перемешать, перетереть. Взял пищевую пленку, ставим шкурочкой вниз и накрываем рыбку свеклой. Со всех сторон делаем такую шубку. И теперь плотненько закручиваем. Со вторым кусочком проделываем то же самое. Берем любой контейнер и отправляем рыбу в контейнер. Отправляю рыбку в холодильник ровно на одни сутки. Через сутки разрежем. И посмотрим какая она у нас красивая. Конечно же ароматная и вкусная. Прошли ровно сутки. Нам нужно рыбку развернуть и под проточной водой смыть свеклу и все специи. После промытия салфетками обсушиваем рыбу. Ну что, друзья, осталось нарезать. Навязаем тонко. Немного наискось. Вот такая у нас получилась. Очень нарядная, вкусная, ароматная рыбка. Выглядит очень аппетитно. Стоит попробовать. Друзья, рыбка получилась очень вкусная, нежная, малосольная, с изюминкой, красная по краям. Я уверен, гостям вашим очень понравится. Готовьте. Такая рыбка любой праздничный стол украсть. Готовьте, друзья. Не забываем подписываться, делиться с друзьями и, конечно же, комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.